Я не помню, кто сказал, что армия из баранов, во главе которой стоит лев, обязательно победит армию львов, во главе которой стоит баран. Это прямо касается нас. Природа, сама жизнь иногда подбрасывает нам такие примеры, что никакие ученые не могут даже в своих вещих снах подсмотреть. И эти примеры есть просто поразительная аналогия с сюжетами двуногих млекопитающих, которые считают себя разумными. Вот посмотрите на эти фотографии. Это кот, который вырос и живет в семье Питбулей. Я не специалист по собакам, но фото пасти собак ясно показывает, что эта зверюга сначала тебе что-то откусит, а только после этого спросит, что ты тут делаешь. Посмотрите на этого кота. Да, мелковат по сравнению с Питбулями, но в теле этого кота живет виртуальный Питбуль огромных размеров. Как вы думаете, мог бы этот кот организовать команду дворовых помойных собак на районе, чтобы отжать все самые престижные мусорки возле супермаркетов? Да запросто. У меня нет никаких сомнений в этом. И все помойные собаки его бы слушались и повиновались. Кот в семье Питбулей равный не по физической силе, а по силе духа. Такой была и Украина до апреля 19-го года. Равная среди самых сильных стран Земли по силе духа. Но фактически сильно уступающая мировым Питбулям. А мировые Питбули оценивают дух, а не размеры. Погоняло пороха среди мировых лидеров было и остается очень красноречивым. Бульдозер. Погоняло генерала Муженко в армии. Было и остается Витя Война. Это вам что-то говорит? Мне говорит очень многое. Мне очень обидно, что 73% избирателей Украины не хотят думать. Они променяли на ослов боевых котов, которых не просто уважали мировые Питбули, а принимали за равных. Вы представляете себе глубину идиотизма? Я до сих пор не представляю. Я, наверное, никогда с этим не смирюсь. Я вчера с утра ничего не ел до вечера, чтобы вечером посмотреть интервью Моники Зеленски, видной журношушки Масеичук Скобеевой. Я не ел, чтобы желудок был пуст в случае рвотного рефлекса. Весь мир узнал, что операцию по задержанию вагнеровцев лично слил главнокомандующие вооруженных сил Украины. И это страшный, огромный, несмываемый позор Украины. Два года назад 73% избирателей променяли бульдозер на Монику Зеленский. И Украина сейчас живет согласно сериала «Слуга уродов». А 73% зефанов знают, что в сериале следует за разрывом отношений с МВФ, когда Украине предстоит выплатить долг? А я подскажу. Согласно сериалу, 73% зефанов несут свои золотые зубы, золото, драгоценные камни, валюту и другие ценности на банковую, чтобы покрыть долги МВФ. Готовьтесь спасать своего бубочку. Причем, судя по активности моносброда в Раде, финансово спасать бубочку вам придется принудительно, вне зависимости от ваших желаний. Редактор субтитров А.Семкин